Конгресс социально-политических исследований тюркского мира. Новый телесезон Универ ТВ. Какие ткани лучше подходят для зимы? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Адалина Абдрахманова. 26 октября стартовал первый международный конгресс социально-политических исследователей тюркского мира в Казанском федеральном университете. Эксперты выступили с докладами и обсудили самые актуальные проблемы отношений между Россией и Азией. Более 200 научных сотрудников и преподавателей вузов, молодых ученых и аспирантов, магистров и студентов старших курсов бакалавриата из Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, а также ведущих научно-образовательных центров России прибыли в столицу Республики Татарстан, чтобы представить свои доклады и обменяться ценным опытом с коллегами. Приветственные слова прозвучали от руководства Республики Татарстан, широкого круга профессоров и преподавателей. Сегодня обсуждение важнейших социально-политических вопросов становится значимым событием для Республики Татарстан и для Российской Федерации в рамках тех событий, которые происходят в мире. Татарстан стал родным андом для представителей десятков народов в нашей национальной стране. Все это не простые слова, не фигуры речи, а проверенные временными константациями политикой правовой практики, важнейшая составляющая социально-психологическая климата, надежная база современного этапа развития нашей Республики. Императорский зал Казанского федерального университета часто принимает гостей в формате различных заседаний, круглых столов и конференций. Организаторами первого международного конгресса социально-политических исследователей циркского мира выступили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт управления экономикой и финансов и юридический факультет. Не случайно конгресс носит междисциплинарный характер, поскольку это отвечает трендам развития современной науки, что вместо того, чтобы каждый институт варился, что называется, в собственном соку, есть немало проблем и немало тем, которые требуют именно междисциплинарного участия. У нас же сейчас немножечко вектор научных исследований тоже поменялся. И мы работаем уже с тюркоязычным, с зарубежным миром. И, естественно, это связано с работой научными всеми делами, с тюркским миром. И поэтому у нас очень много гостей. Онлайн у нас присутствует Республика Узбекистан и Таджикистан, а очно приехали представители Кавказа, Дагестанского государственного университета и Чеченского госуниверситета. Поскольку мероприятие проходит первый раз, я думаю, что очень сложно будет сказать о том, насколько оно значимо. Но я думаю, что, учитывая и программу «Приоритет-2030», учитывая все те процессы, которые сегодня происходят в мире, и касаются и нашей страны, и нашей республики, и нашего города, и каждого из нас, это очень важная составляющая, поскольку мы сами являемся частью этого тюркского мира. И, конечно же, вот этот диалог культуры и цивилизации, он всегда актуален. Делегатые гости мероприятия обсудили динамику развития евразийской миграционной системы, вызовы, проблемы и возможности жизненного пространства современной молодежи, политико-правовые и социально-экономические основы, институционального и межличностного доверия в современном обществе и многое другое. Пожалуй, каждый спикер затронул тему важности поддержки должного уровня толерантности на территории Российской Федерации. Очень важно не просто находиться в ситуации кризиса, а осознавать, в какой точке мы находимся. И все доклады, я посмотрела доклады конференции, очень интересные, очень актуальные, и на секции, и на пленарном. Звучат как раз о том, как нам выживать в ситуации сложного такого кризиса, сложной ситуации бифуркации, изменения, нестабильности. И наше исследование тоже было посвящено, на мой взгляд, интересной и актуальной теме. Мы исследуем, как человек встречается сегодня с возможностями искусственного интеллекта. В рамках Конгресса запланированы и работы двух круглых столов. Молодежь в сетях большого города. Ресурсы барьера социального включения, на котором пройдет обсуждение результатов работы зеркальной лаборатории Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Казанского федерального университета. И социальная и гражданская активность детей и молодежи в условиях цифровизации. Совместно с региональным отделением российского движения детей и молодежи Движения Первых Республики Татарстан. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости. Студенческий телеканал Универ ТВ полностью обновляется с 26 октября. Новое оформление, новые лица и совершенно новое сетка вещания. О значении нового логотипа и что ждет наших зрителей в новом телесезоне расскажем в следующем сюжете. Круглосуточное вещание он начал 9 сентября 2012-го. С того самого момента телеканал успешно развивается и позволяет студентам всей России узнавать для себя что-то новое. Разноцветные буквы в логотипе сменились на более спокойный голубой цвет. В основе графического образа обновленного фирменного знаку Невер ТВ лежит три образа, которые иллюстративно обозначают сферу деятельности. Первая – волны распространения информации. Визуально этот эффект проиллюстрирован в виде трех прозрачных четырехугольников с мягкими закругленными углами. Вторая – глич или визуальный эффект битой картинки. В жизни это обычно происходит в телетрансляциях или кинопроизводстве. Этот эффект в голове потребителя всегда указывает на связь компаний с телевидением и кино. И, наконец, третий – квадратная академическая шапочка в цветах Казанского федерального университета. Перезапуск Невер ТВ – это совершенно продиктованная временем задача. И мы ее, я считаю, успешно решили. Выросли студенты, пришло совершенно новое поколение молодых, амбициозных, классных, ярких людей. И мы должны были как-то меняться и сделать продукт для них, похожий на них. Запустить программы, которые будут интересно, приятно смотреть молодому поколению. Мне кажется, у нас получилось. Так, новостные выпуски теперь сменили время своего выхода в эфир и полностью обновили графическое оформление. В эфир будут постоянно выходить программы собственного производства, объединенные по тематикам в каждой из дней недели. Так, например, понедельники отдадут точным наукам и цифровым технологиям. В четверг зрители ждет исторический блок, где расскажут о философии Вселенной, международных отношениях и политологии. А в воскресенье зритель увидит коллекцию лучших передач, которые не смог посмотреть в будни. В наших проектах участвует весь наш Казанский федеральный университет. И мы приглашаем зрителя давать обратную связь, комментарии, отзывы о наших программах на нашу электронную почту mail. Таким образом, новое контентное наполнение телеканала Универ ТВ не оставит равнодушным ни одного зрителя и, возможно, станет площадкой для реализации своих творческих способностей и поиска новых знаний и опыта. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаянов, Универ Новости. 29 октября ежегодный день медицинских работников в сфере ультразвукового исследования, которые делают все возможное, чтобы помочь людям, страдающим этим недугом. Ультразвуковое исследование – это неинвазивное исследование органов и тканей, основанное на принципе эхолокации. Во время исследования с помощью специального прибора происходит передача ультразвуковых волн в направлении исследуемой области, а затем их последующее отражение от стенок органов. Изображение, полученное в результате ультразвука, выводится на экран монитора и позволяет делать выводы о внутреннем состоянии человека. Врач ультразвуковой диагностики – это высококвалифицированный специалист, основной задачей которого является точная оценка состояния различных органов и систем пациента, а также последующие заключения на основе данных, полученных в результате обследования. Заключение врача ультразвуковой диагностики передается лечащему врачу для постановки окончательного диагноза. Ежегодно 29 октября врачи ультразвуковой диагностики отмечают свой профессиональный праздник. Я думаю, что это объединяющий момент для всех врачей ультразвуковой диагностики. Возникает чувство единения. Мы все понимаем, насколько мы важны для клиницистов, потому что наша специальность – диагностика. В первую очередь мы работаем и для пациентов, и для клиницистов. Мы помогаем нашим клиницистам поставить диагноз, правильный диагноз. Университетская клиника Казанского федерального университета уже долгое время проводит работу над диагностированием сердечно-сосудистых заболеваний с помощью аппаратов УЗИ, чтобы как можно быстрее дать пациентам возможность начать лечение. Все оборудование в клинике строго профессиональное. Так, например, в наличии есть не только стационарные измерительные приборы, но и передвижные, которые дают возможность провести обследование у маломобильных пациентов. Это отличная возможность для оказания помощи людям, находящимся в тяжелом состоянии. Кроме того, отделение ультразвуковой диагностики проводит массу других современных методов исследования. Не только в области выявления сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе и эластография, которая позволяет выявить рак щитовидной и молочной железы, цветовое доплеровское картирование, применяемое для оценки сосудов головного мозга, аорты верхних и нижних конечностей, на наличие тромбов и атеросклеротических изменений и многое другое. Отделение УЗИ на базе клиники КФУ было сформировано в 2016 году. С самого начала формирования нашего отделения, оно было представлено шестью филиалами. В том числе это филиалами оказания неотложной помощи на базе клиники Ершова и оказание плановой помощи на базе клиники Чехова, а также поликлиника Вишневского. Также это родильное отделение и женская консультация. На сегодняшний день в нашем отделении работает 25 основных врачей УЗИ, среди которых можно выделить пять докторов-кандидатов медицинских наук и один из докторов-докторов медицинских наук. Это Энджа Гомерна Акрамова. Помимо этого, на базе университетской клиники Казанского федерального университета существует множество методов диагностики. Не только заболеваний сердца, но и многих других. Благодаря высокой квалификации персонала и современному оборудованию лечение пациентов сохраняет свой быстрый темп. Елизавета Газизянова, Хафиз Гараев, Универньюз. Каждым днем зима подбирается к нам все ближе и ближе. Многие стали доставать с верхних полок шарфы, шапки, куртки и другие теплые вещи. Но не все знают, какие ткани лучше всего защищают от холода и при этом остаются удобными в носке. Наша кожа служит барьером, защищающим нас от окружающей среды. Поэтому важно помочь ей в этом процессе. Особенно в осенне-зимний период, когда кожа становится более уязвимой и подвержена внешнему воздействию. Холодный воздух снижает температуру нашего тела, что влечет за собой сужение кровеносных сосудов. Этот процесс затрудняет кровообращение и приводит к снижению поступления кислорода и питательных веществ. Плотная одежда помогает сохранить тепло тела и предотвратить холодное воздействие на кожу. Она оберегает от переохлаждения и помогает людям поддерживать нормальную температуру тела. Но при этом ткани должны быть дышащими, чтобы кожа могла выделять излишки влаги, предотвращая обезвоживание. В настоящее время очень большую популярность приобретают вот такие очень мягкие, уютные, рыхлые ткани. Сегодня действительно их ассортимент очень широк. Это может быть и драб, это может быть всевозможные суконные какие-то ткани. Тоже с разнообразной отделкой по фактуре. Нынче очень модными, популярными остаются ткани ворсовые, ткани с таким эффектом барашек. В нашем понимании это вот тот эффект, который давал в свое время натуральный мех каракульчат. То есть вот, скажем, да, подобие вот такой фактуры, оно нынче повторяется вот в этих зимних тканях. В зимних тканях я имею ввиду для зимней одежды. И действительно сейчас ассортимент очень велик. Чаще всего для пошива теплой одежды используются поларфлис, шерсть, полиэстер и нейлон. Волокна поларфлиса создают небольшие воздушные карманы, которые помогают удерживать тепло и предотвращать проникновение. Поэтому вещи обретают отличную теплоизоляцию. Шерсть и еще одна ткань, которая хорошо защищает от холода. Она имеет отличную способность сохранять тепло и удерживать воздух внутри волокон. А ткани, такие как полиэстер и нейлон, часто использующиеся в спортивной одежде, обладают ветрозащитой и предотвращают ощущение влажности, сохраняя тепло. В данном случае, да, воздухонепроницаемые, влагоотталкивающие, то это совершенно другая уже история. Это, ну, может быть, даже не такие уютные пальто. Это более такая спортивная, спортивного вида одежда, спортивного стиля. Это всевозможные пуховики, комбинезоны, да, и так далее. Там всевозможные ткани мембранные используются, которые, да, задерживают, возможно, да, не пропускают влагу. Все, что может быть, да, в виде мокрых осадков снега. Термобелье можно также считать неотъемлемой частью зимнего гардероба. Оно обеспечивает защиту от холодного воздуха, сохраняя температуру тела и поддерживая комфортные условия в самые холодные дни. Чаще всего термобелье отшивается из трикотажных полотен и, как правило, используется либо кулированная гладь, либо полотна на основе футерного переплетения. Следуя принципу слоев, термобелье помогает создать барьер между кожей и холодным воздухом, что значительно уменьшает риск переохлаждения. При этом оно может быть использовано под любой одеждой, будь то куртка, свитер или пуховик. Не создавая лишнего объема. И, как правило, все и кулированная гладь, скажем, да, и футерного переплетения полотна, они идут вот с этим микроначесом. То есть это как раз та опять ворсовая, скажем, да, поверхность, которая позволяет удерживать тепло, которая, в принципе, впитывает влагу, да, впитывает влагу, удерживает тепло, ну и, соответственно, не дает человеку ни потеть, ни мерзнуть. Удерживание тепла, защиты от ветра, а также обеспечение комфорта и свободного дыхания кожи – все это можно достичь правильно, выбрав теплую одежду. Поэтому важно учитывать не только внешние составляющие вещей, но и их качество и удобство в носке. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова